18 января православные христиане отмечают крещенский сочельник. Этот церковный праздник традиционно сопровождается чином освящения воды, а также окунанием в прорубь. Считается, что этот ритуал помогает очиститься от грехов и болезней. Но в погоне за здоровьем души граждане порой забывают о здоровье физическом. Ведь купание в ледяной воде отнюдь не безопасно, а кому-то это вовсе противопоказано. Кому не следует это делать и почему сама церковь относится к такому ритуалу с осторожностью, выяснил наш корреспондент. Уже ближе к полуночи 18 января в канун праздника крещения жители региона массово потянутся к купелям, специально организованным для этих целей и незаконным. И все ради одного – окунуться в ледяную воду и смыть грехи из души и тела. Такова ведь традиция. Ведь считается, что в этот день вся вода приобретает целебную силу. Однако церковные служители просят граждан все-таки хорошенько подумать, прежде чем сделать шаг в прорубь. Это такая общественная народная традиция, которая к церкви как таковой не имеет прямого отношения. Если человек желает и имеет здоровье и силы окунуться в эти дни в прорубь, это его личное пожелание. Конечно, это не должно иметь понимание некого крещения или омовения, очищения от грехов. Особенно хочется предостеречь от того, чтобы люди не воспринимали это как некое развлечение. Да, купель организовывают, освящают, но вода все-таки душу грешную не очистит, говорят священнослужители. Чин освящения святой воды, а затем ее раздачи будут организованы и 18 и 19 января. Приобрести ее можно будет в любом храме. И куда больше будет пользы, если человек придет на службу, примет причастие. Окупанию в проруби есть и другие альтернативы. Если человек захочет искупаться в эти дни, это будет в свидетельство его желания погрузиться в святую среду. Но церковь к этому не призывает. Так же самое можно налить ванну и окунуться в более теплую воду. В первую очередь мы призываем православных людей прийти на богослужение в храм. Поучаствовав в праздничном богослужении, набрать святой воды для того, чтобы в течение года, потребляя ее, набираться духовных сил и потреблять ее натощак, в оздоровье души и тела, в очищении греховных помыслов. Для одних ритуал окунания в ледяную воду искренняя вера в целебные силы крещенской воды, а для других не более чем выброс адреналина или, проще говоря, развлечение. Но в обоих случаях нужно понимать, окунание в ледяную воду небезопасно. Тем более для неподготовленных. Рекомендуется отказаться от этого ритуала в первую очередь детям и гражданам старшего возраста. Если ты находишься в среднем возрасте или в пожилом возрасте, если у тебя есть какие-то хронические заболевания, тем более хронические заболевания сосудистой системы, если есть вопросы по здоровью, но здесь, наверное, надо задать себе вопрос, а зачем мне это? Опять же, многие люди это делают на регулярной основе, с юных лет, но в каком-то возрасте, наверное, надо это прекратить. Но при этом врачи рекомендуют хорошо подумать даже молодым и здоровым гражданам, ведь риски все равно есть, причем неоправданные. Сужение сосудов, происходит резкое урежение ритма частоты сердечных сокращений, то есть вплоть до остановки сердца, по сути дела. То есть люди, которые ныряют в холодную воду, могут погибнуть от внезапной остановки кровообращения. У всех был опыт, наверное, какой-то холодной воды, и мы чувствуем чувство замирания дыхания. Вот оно может замереть и отпустить, а может один день замереть и не отпустить на самом деле. Нормально переносит окунание в прорубь, пожалуй, только моржи. Те, кто практикуют подобное постоянно. Разовые мероприятия пользы точно не принесут ни душе, ни телу. Поэтому лучше или готовиться заранее, или воспользоваться советом священнослужителя, принять теплый душ у себя дома. Если вода в этот день вся приобретает необычные свойства, то нет разницы, где ей омываться. Главное делать это с искренней верой. С июшел. С июшел. С июшел. Продолжение следует...